И у оконцах солнца промнями смяется, Расшиняет двери золотым ключом. На моей родиме добрый гость жаданный, У вязковых святок родный новый звон. Степлый душевный яркий мост сатканный, До чулевых сердцев тягнется светло. Кажуть, завтра не буди к ним, Усё тратное сместится у сердца, Без двух костей, кропок, интриг, Легко в думках писать по инерции. Йенрымиль мой взрок ослабил, Пахнем осенью лист друкованный, Губка редкий, долгий пробел, Мне девачкой быть наканавана, У читальня пах тишини. Стосы книг сум надремлють у крама, Зантресоли веру с дымит, Воражи по чужих романах. Я помолчу, ты откажешь вершами, За шматкропьем мы знов будем першими. Я жадаю усім вам, вам миру, добрыни, Я жадаю, как поэзия для вас стала крыницей шастя, Как у вас всё было добра. Я ще раз пенчую вас с этим чудовным весенним святом. По полицах в чуж вендруе, Весна вмещене шалее, На лавичках щедро паре, С чебушьем дівчина шмее, Ви хвопок і парк старе, Сквери, парки і бульвари, Мегу міста, мегу грешча, Отушёный весны чарем, Таємничо в чуж шалешчо. Весна будзе в нас надзеє, Юж збираю маму птакі, Хтось там плаче, Хтось че усьмее, Такі жичі, жичі такі. Ах, як шпела сувовік ноцу, Сыпік щеджить гарщу і згото, Серце біе, поцу, поцу, Ти в жияжні щеу стенсноту. Поэзія своєю образностю Убеждає велик тот язик, На котором можна написати стих. Продолжає нас знакомить С польськой поэзією Екатерина Кузавка. Марія Кнопницка, Уже вечер. Ото лењні птакі скланняјјо скридла, Ку гніазду в полоче. Ото буль твоих, Умекли щпеваци. Ото дзей цајјо претрвајјо јж працы, В ёзах, в тюскноці. З бласку в поранка і дня і зе слоња, Ні мялејјо дла ме жаднејо променя. Ото сијо час муј нахыла до конца, Ото ўж гвазда вечорна і држајоца, Блыска всьруд ценя. Иным оддајјш зуў јасных колори, Над цихој штрихој ўрзојо в лазуре. И запах ћомки, и чисше в натуре, Бо циане гниазда то поле и руже, И цемне боры. Лецј ја, зе свиата цаћего огрому, Єдно, јдыне серце взећам в себе. Гниаздо не спадло, стромсоне од грому. Ні было дла ме огниска, ні дому. Жыћам в жаћобе. По чашјстке мојо на боку стојоца, Ні выћоћнећа през дзејћ целы рейки. Жыће преходзи, помия, потруца. Міћлаћ ом, спомнјј, Цекхајц так конца, нуцц пиосенки. Lecz oto кwiaty posнęły majowe И круг самотный Знайдует послание Чувствует ростых Что летят перлоды Под тихой штрихом Дай склонить мне голову В вечер уже, пани Марика Артуна Канела Тачнака Марика Артуна Канела Гитака Марика Артуна Тэ тэ хрумам Амничапэс Марикис гэттэм кисвум Тэ урахам Амничапэс Марикис ээтэм Вазу Парижа бтун Им Марикис Чэтайк цынун Я свой чинч Марика насэс Гэтун лэмми Гэдээ амэн Амэн инч Мі Арэка Мі Яргинк Мі Сирка Мі Лусин Мі Гэгэцик Айриник Майрик Танка гин Аплодж Константин Белик Всем здравствуйте Еврейская поэзия Знакома всем Я считаю, что все, кто находится в этом зале Все знакомы каким-то образом Когда-то, где-то, что-то слышали Все знают Песню идет Солкрат по гору Все знают Это еврейская поэзия А крутится, вертится шар Голубой Знаете такое дело? Это тоже еврейская поэзия А псалмы, которые вы читаете Там Не боюсь Стрелы летящие Тьмы скользящие Знаете, кто это? Это тоже Псалмы Давида Это тоже поэзия Я, как бы, не готовился особо Но, значит, у нас есть стихотворение такое Которое близко всем Это молитва Но все молитвы еврейские Они сделаны как песни То есть, вообще, с самого начала Все молитвы, которые создавались людьми Они пели эти молитвы Они воспевали Бога Поэтому это звучит так Что это говорит? Это говорит Не страшись бури, которая разродится Над твоей головой Не страшись там каких-то происшествий Только праведники будут спасены Бойся Бога И все у тебя получится Ну и На самом деле Поэзия Как бы Такая поэзия Лирическая Родилась уже в Вавилоне Это в девятьсотых годах Вот этой веры И был такой поэт Интересный Ишмуэль Ханагид И он Ну Как бы Страдал У него была какая-то Неразделенная любовь И он, значит, страдал И написал Такое стихотворение Интересное Я прочитаю вам на русском языке его Чтобы понять вообще Стилистику этого всего Это касается критики самого себя Потому что он критикует сам себя Спасибо большое Твоя поэмой царской дочери Как женихи, как женихи прекрасные Но этот будет смех, как тать Так мне, как сын, тебе моя порука И за тебя готов я отвечать Оттачивай же стих Нащупать темы Всем в судный день Суда не избежать Поброси критиков Чем языки острее мечей И могут слово убивать Спасибо, всего доброго Ваши аплодисменты, Константин Шалом ликуля Всем здравствуйте Я очень рада быть здесь И сейчас я вам прочту Отрывок из гимна Приветствия субботы Называется Лехадуди Написали его в 16 веке Рава Шлама Алии Я немножко волнуюсь Спасибо Лехадуди Лекраткала Пнеяй Шаббат Некабыла Шамор Везахор Ведибур Ехад Хишмян Эль Амиюхад Алукай Ехад Ушмо Ехад Лешм Утиферет Велитхила Лехадуди Лекраткала Пнеяй Шаббат Некабыла Лекратшабет Леху венелха Кихе махор Хаабраха Мирошмикедем Несуха Сохм Маасе Бемахшбат Хилах Лехадуди Лекраткала Пнеяй Шаббат Некабыла Микдешмелех Ир милуха Ху митцея Митуха Хавеха Рахлахшебет Беемехабаха Беху ямхуль Алай Хемла Лехадуди Лекраткала Некабыла Туда Раба Спасибо большое Я наявите скажу вам пожелания здоровья, счастья Мира, добра, радости в сердце и мира нам всем Спасибо Абли-бали Ваши аплодисменты Сегодня мы отмечаем не только Международный день поэзии и Навруз-Байрам, а еще и еврейский праздник Пурим К микрофону приглашается председатель Брестской городской иудейской религиозной общины Эмуна, председатель Совета Народного Клуба Сотружества Борис Менделевич Брухов Я искренне рад, что мне дана возможность выступить перед вами. Сегодня Международный день поэзии. Это не только Международный день поэзии. Это праздник весны. Сегодня 21 марта начинается весна. Пора любви, пора радости, пора цветения. С 2011 года мы отмечаем этот Международный день поэзии в рамках нашего Клуба национальных поэзий. Я очень рад, что мы по-прежнему собираемся. Собирается публика, собираются люди, любящие поэзию. Ну и должен сказать, что как раз совсем недавно евреи Брестской общины отпраздновали праздник Пурим, праздник свободы, праздник радости, праздник любви, праздник освобождения. Этот день для нас, для евреев, священный день. И мы рады, что сегодня мы можем отметить этот праздник вместе с вами. Но я постараюсь спеть для вас небольшую заздравную песню. А капелла... А капелла... А капелла... А капелла... А капелла... ЛОД МИРАЛЫНЕЙНЕМ, ЛОД МИРАЛЫНЕЙНЕМ, ЛОД МИРАЛЫНЕЙНЕМ, ЛИБЕАЛЫНЕЙНЕМ, АПИСЕЛЕВАЙ!